Здравствуйте, я Александр Брунковский, режиссер документального проекта «Интонации Большой Одессы». Вы, наверное, догадываетесь, что в нашем фильме будет много личных, интересных историй знаменитых одесситов, и одесситов, может быть, менее известных, но от этого не менее притягательных, которые с откровенностью, юмором и, может быть, с болью, открывают уникальные грани жизни города, города, дающего радость, города, страдающего, города, меняющегося. В какую сторону? Я надеюсь, что мы это почувствуем, догадаемся по интонациям. Этот фильм не только об Одессе и одесситах, а, может быть, о тайном чувстве вины и, в то же время, о чувстве свободы, которая внушает тебе твой родной город. Мы же когда-то занимались чем? Юмором, ВН, по-бадесскому джентльмену и прочее. А вы помните, конечно, фразу «смех – лучшее лекарство». Ну, пожалуйста, получается, что лекарствами я занимаюсь фактически всю жизнь, можно сказать, независимо от того, где на сцене ли, в Одессе ли, в Париже ли. Это фильм о племени странников. И так уж получилось, по иронии судьбы, можно сказать, о прирожденных иностранцах. К коим отношусь и я, поскольку я одессит. И я надеюсь, что меня поймут многие, уехавшие из своих родных городов. Мне кажется, я заверну за поворот и точно, как по Гоголя, выйду к морю. Гладь морская, там, рябь, сыпь. Но я думаю, что это уже из области медицины. Это, наверное, галлюцинация. Вот так мне кажется. Вот так я сама себе придумала, что я здесь, в Берлине, живу в маленькой своей Одессе. Мы обращаемся за поддержкой на планету для того, чтобы в фильме сохранить свободу творческого выражения и независимость от политики. Поправим. Вы не беспокойтесь, их все закрепят. У каждого дерева будет своя подпорка, специальный рукав, который вокруг него будет. Прекрасно всегда сажать деревья и не сажать людей. Один из летчиков, тот, который летит вот так, это я. Может быть, папа там дорисовал мышцы, но я был тот, кто стоял и ему позировал. Нужно помнить, откуда ты. Потому что, как известно, кто не помнит своих корней, у того нет кроны, у того нет будущего. И очень надеюсь, что у нас оно есть, потому что роща посажена. С моим соавтором Сусанной Альпириной мы работаем уже над этим проектом несколько лет. на свои средства, благодаря поддержке наших друзей. Сейчас снята уже большая часть материала. Но нам необходимо снять еще три эпизода, закончить монтаж и озвучивание картины. Присоединяйтесь. Вы можете очень помочь нам. И давайте сделаем этот фильм вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова